Добрый день! Я представитель группы «Наука и техника». Всё это время мы занимались исследованиями объектов, возникших на заре или вследствие научно-технического прогресса. И нам было интересно понять, как это сформировало облик современного Бишкека. И хотелось бы начать презентацию с плаката «Освоение космоса», так как в Советском Союзе научно-технический прогресс имел большое значение. И достижения советской науки должны были помочь создать новую модель устройства общества и продемонстрировать преимущество социализма. И также создать новое, более совершенное видение человека, индивидуума. И на волне энтузиазма и веры в прогресс возникали многочисленные научные сообщества, учреждавшие научно-популярные журналы, проводившие циклы публичных лекций, послужившие связующим звеном между наукой и широкой аудиторией. В их основную задачу входило идея на политическое воспитание людей, пропаганда достижений науки и техники и передового опыта. И одним из таких связующих звеньев стал Центр научной пропаганды «Планетарий». Во Фрунзе он был построен архитектором Голованёвым в 1974 году. «Планетарий» проводил лекции, экскурсии, а также показы мультфильмов, научно-популярные документальные фильмы. В «Планетарии» было два зала, один из них звёздный на 60 человек и другой кинозал на 120 человек. Было установлено оптическое оборудование, которое было единственным в то время в Центральной Азии, посредством которого демонстрировалось искусственное звёздное небо, Солнце, Луна, планеты, спутники и так далее. В холле «Планетария» висела модель первого искусственного спутника Земля в натуральную величину. И билеты в этот «Планетарий» стоили всего лишь 10 и 20 копеек. Здесь на презентации мы видим, как лекторки фрунзовского «Планетария» готовят слайды для новых презентаций, так как ежегодно в «Планетарии» читалось около 40 лекций для широкого круга посетителей и 30 специально для школьников. Среди таких лекций были темы, такие как ожерелье экватора, приключение капельки воды. И особой популярностью пользовались лекции «Мифы и легенды о созвездиях животных», повествовавшие об истории возникновения созвездий. Лекции в «Планетарии» состояли из двух частей, первой из которых была лекция по учебной части, а затем показ звёздного неба. После лекции проводилась обзорная экскурсия, после чего детей провожали в кинозал, где показывали либо мультфильмы, либо какие-то научно-популярные фильмы. В зависимости уже от возраста. Также, помимо публичной программы, на базе «Планетарии» функционировали астрономические кружки. Здесь мы видим, что кружковцы учились управлять СС-овской техникой, делали доклады и обсуждали какие-то небесные новости. Как мы видим, сейчас картина «Планетария» не очень весёлая, используют его явно не по назначению. И на сегодня частью земельного участка, принадлежащая «Планетарию», владеет частное лицо. Госрегистром выдан акт о праве частной собственности на земельный участок, а иностранными инвесторами рассматривался вопрос о возможности строительства на данной территории гостиничного комплекса. От «Академии миллионов» к «Академии массажа». В процессе рассказа об обществе знаний, вы поймёте, почему такой заголовок, с начала ведения существенную роль в популяризации научных знаний играло в то время общество по распространению политических знаний и научных знаний в 1963 году. Данная организация была признана нести научные и технические знания через специалистов в массы тем, чтобы восстановить страну после военной годы и послужить профессионализацией населения и для поднятия конкурентоспособности советской науки и промышленности в контексте начала Холодной войны. Этот объект включён в нашу тему, потому что нам интересна не только его деятельность, как такое кодовое название «Академия миллионов», но и сама его архитектура. Общество знаний Киргизской СССР было образовано 15 января 1948 года по инициативе видных деятелей науки и культуры Киргизской СССР. Членом общества мог стать любой гражданин, который мог нести в массы какие-то научные и популярные знания. В общество знаний Киргизской СССР ходило более 30 тысяч учёных, научных работников, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, доцентов, кандидатов в науки и так далее. Также в ведении республиканского центра знаний находился дом научного атеизма, что тоже очень интересно, который проводил различные научно-атеистические мероприятия и оказывал методическую помощь лекторам-атеистам. Как вы видите справа, такие лекции записывались на грамм-пластинки и проводились лекции. На 1 января 1980 года в республике работало 608 народных университетов, так как к 1964 году они были организованы для того, чтобы получить какое-то среднеспециальное образование в течение одного или трёх лет. Также общество организовывало семинары по отдельным отраслям знаний, научно-теоретические конференции, работу школ молодого лектора и постоянно действовали школы, которые повышали квалификацию работников. Да, само здание представляет исторический интерес, как одно из немногих сохранившихся зданий, построенных в 1930 году в стиле конструктивизма. И с момента приобретения Кыргызстана в независимости в 1991 году республиканское общество, следуя примеру аналогичных организаций, предлагает населению различные курсы, обучающие профессиональным навыкам, таким как дизайн, прикладные ремесла, то есть приспосабливается под нынешние требования времени. Ну и, конечно, говоря о науке техники, нельзя не упомянуть телевидение. И название «Красный Прометей», так как телевидение в буквальном переводе с латинского означает «дальновидение», а имя Прометей напрямую перекликается с телевидением, обозначая «думающий вперед» или «предвидящий». Бишкекская телевышка, расположенная по улице Разбекова, построена в конце 50-х. И на самом деле не может состязаться по высоте с грандиозными телебашнями Ташкента или Алматы. Высота ее всего лишь 193 метра. Вот можно посмотреть в сравнении с нашим ТЭЦ. Но Фрунзовская телебашня, так же, как и Останкинская, к примеру, свидетельство периода, когда технологический прогресс был очень важной частью советского мифотворчества. И именно телевидение часто становится выражением футурологического видения и символом консолидации социалистического проекта. Как вы видите справа, с периода по 1920-е по 1930-е годы характеризуется широким увлечением радиотехникой и конструированием среди населения. Справа эта книга, которая иллюстрирует существование изданий вроде «Самодельный телевизор» автор Шефер, где юным конструкторам предлагается пошаговая конструкция сборки механического телевизора. Вот что говорится. Технологические фантазмы современности — это то, что предлагают современные проектировщики. Это их видение на то, как должна выглядеть наша телебашня. Цитирую. Телебашня будет состоять из трех национальных элементов — юрты Коу-Кора и Тимирко-Муза. В нижней части будет расположена юрта. Середина башни будет выходить из тундука в виде энергетического ствола, который переходит в Коу-Кор, представленного в виде шара с четырьмя лепестками. Из горловины Коу-Коры входит тот же ствол, который переходит в трехлепестной Тимирко-Муз, чтобы его было видно со всех сторон. Это рассказал сам автор проекта. Причем высота этой телебашни планируется быть 350 метров, что даже выше нашего ТЭЦ на 50. В новом веке телебашня не только признана выполнять функцию информационной защиты государства, но и служит эмблемой силы, науки и техники на службе национализма, патриархата и свободного рынка. Да, вот еще один из показательных объектов служит Дом Альбанского. И это было новое течение в советское время, когда наряду с хрущевками, типовыми проектами, архитекторы хотели внести в архитектуру города европейский опыт, хотели внести что-то новое. И вот в таком случае это был прототип латвийского проекта, который спроектировал Альбанский. Но, к сожалению, не все, что задумывалось по плану, нашло отражение в этом проекте, так как во время строительства было очень много отступов по разным причинам. По причинам того, что не хватило финансирования, по причинам того, что строители во многом не справились со своей задачей. И впоследствии архитектор сам отказался от авторского надзора, так как проект совсем другой. И мы восстановили этот проект. Он выглядел вот так. То есть там предполагалась сквозная лестница. Она была построена, то есть не заложена кирпичом, как на предыдущей фотографии. Балконы были не заложены кирпичом так же, то есть окна на всю высоту и достаточно опасны, конечно, как в процессе жизнедеятельности показало. Также были вертикальные направляющие для того, чтобы пустить по всему фасаду растения. Ну, впрочем... Ну, еще раз, да, нынешние, так для сравнения. Ну да, превратили снова в хрущевку и совсем другой вид у здания. Ну все, спасибо за внимание. Извините, что было быстро. Субтитры создавал DimaTorzok